Дух Святой Чтобы Дух Святой сейчас открыл источники небесные И излил благословение до избытка во имя Иисуса Христа Господь, если, может быть, люди сейчас сидят в одиночестве Пошли, Господи, кого-то к ним Пусть вспомнят о них, придут, укрепят их во имя Иисуса Благодарим Тебя, славим Тебя Ты великий и Ты славный, дивный Бог И все доскажут Аминь Слава Господу И я приветствую каждого, кто сегодня смотрит нас онлайн Я приветствую вас любовью Христа Вы можете сейчас присесть, если вы стояли перед телевизором Если вы сидели, то вставайтесь Можете прилечь, да, когда сидели Так будет удобнее, может быть, слушать И спасибо вам за то, что вы присоединяетесь в это утро К нам, к нашим трансляциям За то, что вы смотрите нас Это великое чудо благословения от Господа Когда мы имеем такую возможность транслироваться И я хотел бы поблагодарить нашу группу прославления Прямо сейчас, около экранов телевидения Дайте им хорошие аплодисменты Так неудобно Около экранов телевидения дайте им хорошие аплодисменты Так неудобно, когда в пустом зале ты проповедуешь И надо обращаться к людям, которые смотрят тебя По своим гаджетам, компьютерам И как-то перестраиваться Потому что мы уже привыкли Обращаться к залу Говорить с залом А люди, которые смотрят тебя по телевидению Они принимают это к себе Но сегодня есть такая уникальная возможность Проповедовать Слово Божие до края земли Писание говорит, что в последние времена Евангелие будет проповедовано во всей вселенной Каждому народу И мы думаем, а как это случится А вот сейчас это и происходит Сейчас посредством интернета Люди могут проповедовать Евангелие По всей вселенной И так же и нас смотрят с разных городов Если ты смотришь нас из какого-то города Дай, пожалуйста, нам знать Напиши свое имя и город И я прочитаю Ну вот сейчас уже есть у нас некоторые города Которые смотрят нас Допустим, Тахила, Горячий Ключ Это, наверное, Владимира знакомая какая-то Тахила, Горячий Ключ Также есть люди из Сочи Дагомыса Хосты Мы вас приветствуем, наша церковь, дорогая Вот Анна, Ростов-на-Дону Есть люди Екатерина из Краснодара Артем из города Коломны И так же множество людей из города Сочи И из Германии нас смотрят и пишут нам Мне в личные сообщения Так что спасибо вам, друзья, кто смотрит нас сейчас Это очень для нас большая честь Что вы вместе с нами Что вы присоединяетесь к нам Что вы распространяете Евангелие посредством сегодня интернет-ресурсов И слава Господу за вас Я низко кланяюсь всем тем, кто поддерживает нас в распространении Евангелия технически Кто просто молится за нас Те, кто помогают создавать контент Помогают выпускать прямые эфиры Я всем очень благодарен Если перечислять имена, это полцеркви Но спасибо вам огромное За то, что вы рядом в это сложное время Также огромное спасибо тем, кто поддерживает нас финансово Люди не устают жертвовать в это время Не прекращают это делать Не ослабевают Они, знаете, как Исаак Сеют посреди засухи И я убежден, что вы соберете урожай в сто крат Потому что Бог любит верные сердца Нам будет служить Господь Божья рука будет над нами Я пророчествую вам это Что Божья рука будет над вами в тяжелые времена Не ослабевайте, друзья, делайте добрые дела И вы увидите, Бог благословит вас Потому что Он будет охранять Он будет защищать ваши посевы Поэтому спасибо вам огромное, друзья Да, слава Богу Вот еще люди пишут из Сочи Виктор из Сочи Карен из Сочи Не знаю, какой Карен Все из Ровно, Украина Ровно, Украина Новороссийск Рубинсон приветствует нас Друзья, смотрите, как много людей Сейчас смотрят нас из разных городов Спасибо вам Кристина Сочи Ну, вся наша церковь, если сейчас будет писать Я, наверное, вместо проповеди буду только перечислять ваши имена Поэтому я сказал Сочи, Адлер, Хоста, Лазаревская и другие Мы вас приветствуем, слава Господа Также мы приветствуем наших зрителей на канале Вера 24 И потом наша трансляция будет в записи на ТБН И мы всех вас приветствуем, друзья Спасибо, что вы присоединяетесь к нам Спасибо, что вы смотрите нас Ну, можно еще поговорить о том, как я благодарен Ну, давайте перейду, наверное Да, вот смотрите Павловская Илья какой-то Не буду фамилию называть Не какой-то, а хороший Илья Хороший Илья нам вот пишет из Павловского Спасибо, друзья Спасибо, спасибо, еще раз спасибо Воздайте сами себе хвалу Слава Богу за это И здесь должны звучать Максим, сделай заставку Пусть будет, вот, когда я говорю Воздайте хвалу Пусть вот эти аплодисменты там в эфире Правда, тоже опасно Потом могут быть претензии Скажут, вы набрали Ну, мы подумаем Хорошо, друзья И я сегодня хочу продолжить Или, вернее, закончить серию проповедей Сегодня она будет называться Будь тверд и мужествен Серию проповедей Возрадуйся неплодной Воззаселись неплодной И сегодня мы закончим эту серию И если вы помните В основу этой серии Легла история обыкновенной женщины Анны Которая была бесплодна Но, совершив некоторые действия Она Сумела родить самого Или одного из самых известных Пророков И также еще Пятерых детей Она обречена была На бесплодие Но Как-то Могла найти Подобрать ключи К сердцу Бога Открыть его И Бог Сделал ее плодоносной Тем самым Она показала нам Очень серьезный пример Который звучит так Никогда не сдавайся Никогда не сдавайся Стучите в двери Божьего сердца Пока не откроют Друзья И если не откроют Стучите до тех пор Пока не умрете Около этих дверей Так Бог учит нас Чтоб мы были неотступными Одна из знаменитых речей Уинстона Черчилля Звучит так Он выступал В трудное время для Англии Во время Второй мировой войны 20 октября 1941 года Перед студентами И он сказал такие слова Никогда не сдавайтесь Никогда не уступайте Потом он сделал паузу И добавил Никогда 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 Ни в чем Ни в большом Ни в малом И если только честь И здравый смысл Не велят вам Поступать Иначе Он знал Что в это Трудное время Для нации Надо ободрить Свой народ И лучших слов Он не нашел Как Никогда Не сдавайтесь Сегодня трудные времена Может быть Проходит церковь И я хочу сказать вам Никогда Не сдавайтесь У Бога Эти слова Звучат чуть по другому Они звучат так Будь тверд И мужествен Будь тверд И мужествен Будь тверд И мужествен И когда ты смотришь На Анну И на ее жизнь То вспоминаются Десятки героев Библии Которые Так же как и она Не были Может быть Достойны благословения Не были Достойны благословения Но Бог Благословил их Каким-то образом К примеру Сара Гидеон Лия Руф Петр Лазарь И Мария Сотник Слепой Вартимей Женщина У которой было Кровотечение Женщина У которой Была больна Дочь И еще Множество людей Список которых Можно было бы Продолжать Например Читая историю О Давиде Мы видим Когда пришел Пророк Самуил Для того чтобы Помазать Нового царя На царствование Потому что Бог Отверг Первого царя Саула Отец Давида Его даже не поставил Со всеми сыновьями Он смотрел На этого мальчика Юного И думал Ну какой Из Давида царь Его место На поле А не на троне Его место Там С овцами А не здесь С вельможами Или с людьми Он не верил Даже Даже родной отец Не верил В Давида Друзья мои Сегодня смотрят люди И говорят Посмотри Он даже в церковь Не может одеться нормально Постоянно ходит В рваных джинсах А посмотри На эту У нее голова Покрашена в красный Или в синий цвет А этот Весь в наколках Они постоянно Сидят в своих Компьютерах Какой толк Из них может выйти Какой плод Они могут В своей жизни Принести Что хорошего Они смогут Сделать В своей жизни Посмотрите На них Ну друзья мои Кто читает Бумажную Библию И кто Не пользуется Компьютером И кто думает Что интернет Это сеть Которую дьявол Закинул И заманил В нее Тысячи людей Я хотел бы Спросить Где оказались Мы сегодня В наше время Когда резко Все изменилось И благодаря Этим людям Которые носят Рваные джинсы И красят голову В красный цвет Мы сегодня Имеем прямые Трансляции Мы сегодня Имеем прямые эфиры Вот какой они Плод принесли Поэтому не спеши Судить Не спеши Судить Ты не знаешь Что Бог Приготовил тебе Многие герои Библии Они сомневались И многие их Не поддерживали Тот момент Когда Бог Призывал их К великому Они сами В себе Сомневались И люди Смотрели на них И говорили Какой Толк от них Ты не всегда Знаешь Что Бог Приготовил Для тебя Ты не знаешь Что тебя ждет За следующим Поворотом Этой жизни А тем более Ты не знаешь Ничего про других Людей Не спеши Судить Твои суждения О других Лишь догадки Составлены На основе Не всегда Правильного Восприятия И информации Неправильной Информации Других людей Будь аккуратен Ставя свое Климо На кого-то Другого Может быть В этот момент Ты отверг Будущего Старшего пастора Своей церкви Которому Ты будешь Ходить Может быть Ты отверг Пророка Может быть Ты отверг Евангелиста Как бы потом Не пришлось Жалеть Дорогие друзья Поэтому сейчас Около своих Экранов Если рядом С вами Кто-то сидит Повернитесь К нему И скажите Ему Следующие слова Ты не знаешь Каким великим Я могу стать В Боге Как бы тебе Не пришлось Потом жалеть Скажи ему Ты не знаешь Каким великим Я могу Стать В Боге Как бы тебе Не пришлось Потом жалеть И посмотрите Самуил Получил Хороший урок В тот день Когда он пришел Искать нового царя Первый царств 16 глава 6-7 стихи Они повествуют нам Об этом И когда они пришли Он увидел Елеава Сказал Верно сей Перед Господом Помазанник его Но Господь сказал Самуил Не смотри На вид его И на высоту Роста его Я Я Отринул его Я смотрю Не так Как смотрит Человек Ибо человек Смотрит на лице А Господь Смотрит на сердце Может быть Люди Друзья Сегодня смотрят На твое лицо И он Именно он Будет поднимать Тебя на высоты Потому что Он так решил А если Бог Так решил Никто Послушай меня Никто Не сможет Этого отменить Это его решение Я слышал Одну историю Про одного Проповедника Который Создавал церковь Служил этой церкви И в той местности Где церковь была Все как будто Ополчились на него Начали писать В газетах О нем Ужасное Начали говорить С экрана в телевидении О нем ужасное Все как будто Объединились И стали Противодействовать Ему служению И вот он Стоя на коленях Перед Господом Кричит Богу И говорит Господь За что Я не выдержу этого И говорит Бог пришел И в тихом веянии Сказал ему Знаешь Тот мусор Который на тебя Сейчас сыпят Я соберу В огромную гору Поставлю тебя На вершине этой горы Чтобы все Вокруг Видели И ты будешь С этой горы Проповедовать Евангелие Может быть Сегодня люди Вас осуждают Может быть Сегодня люди Критикуют И говорят Вам что-то Негативное Но смотрите За своим сердцем Если ваше сердце Сегодня правильно Перед Богом Если ваши мотивы Они верны Перед Богом То Бог Обязательно Вас поднимет То Бог Обязательно Вас возведет На высоты Да Люди тоже Возводят На высоты Но за криком Асана У людей Следует Следующий Крик Распни И так Бывало Всегда Когда люди Поднимают Тебя на руки Они потом Забывают Прекрасный момент Потому что Кто-то Другой Появляется Во взгляде Их Вожделения И они Убегают К нему А когда Убегают Руки Отпускают И ты Который Был Поднят На их Руках Ты Падаешь И больно Бьешься В землю Но когда Поднимает Господь На своих Руках Друзья Он всегда На своих Руках Удерживает Он никогда Не отпускает Руки Он всегда С нами И он всегда За нас Бог делает Иногда так Как мы Не думаем Друзья Его мысли Не наши Мысли Его пути Не наши Пути В книге Бытия Есть История О том Как Иосиф Привел Своих Сыновей Монасию И Ефрема К своему Отцу Иакову Для того Чтобы Благословить Их Помните Историю Иосифа Она была Очень сложной Как Бог Его трудными Путями Проводил Для того Чтобы поставить Рядом С фараоном Как Бог Его поднимал Когда приходило Время Иосиф Думал Что люди Его поднимут Обычно Он опускался Еще ниже Когда он Был в доме Патифара И Патифар Назначил Главным Распорядителем Его дома Иосиф Наверное Подумал Вот оно Время Пришло Наконец-то За все Эти страдания Мне Хоть раз Повезло Теперь я буду Распоряжаться Этим домом Но вы помните Что случилось Жена Патифара Стала Приставать К нему И Из рабов В доме Богатого Вельможи Он попадает В тюрьму И в тюрьме Через некоторое Время К нему Располагается Начальник Тюрьмы Начальник колонии Хотел сказать Располагается К нему Сердцем своим И он говорит Вот теперь Хоть здесь Повезло Ну теперь Здесь повезет Он находит Людей Которых С которыми Знакомятся Эти люди Они были рядом С фараоном Когда-то И он им Пророчествует Надеясь на то Что они Вспомнят о нем Ну помните Прошло два года И никто не вспоминал О нем И я понимаю Каково было Иосифу Когда он Думал Ну Наверное Сегодня праздничные дни Его выпустили Ну Недели это проходит Скорее всего Суета Забыл Ну на следующей неделе Точно вспомнят обо мне Проходит вторая неделя И никто не вспоминает Третья Месяц Два месяца Полгода Год Уже нет никакой Надежды Ну знаете Когда мы Ожидаем Бог в этот момент Готовит путь Он готовит То место На которое Он тебя поставит Он не забыл О тебе Просто нужно Время подготовки Подготовки Того места Куда он хочет Тебя привести Но самое главное Твоего сердца Потому что Ты не всегда Можешь потом Воспринять То место В которое Он тебя приведет И вот Настало время Иосиф Поднимается И знакомится С фараоном И фараон Ставит его Главным После себя Над всем Египтом Что помогает Спасти весь Израильский народ И вот это время Когда его отец Пришел В Египет Когда была дана Земля Гусейн И они все Там поселились Когда все Успокоилось У Иосифа Были два сына И он повел Этих сыновей Чтобы отец Благословил их И одного сына Звали Манасия Заставляющий Забыть Переводится Манасия Старший сын Заставляющий Забыть И второй сын Был Ефрем Перевод Плодовитый Один сын Заставляющий Забыть Наверное Когда этот сын Родился Иосиф Хотел забыть Все те Страшные вещи Которые Произошли В его жизни Предательство Братьев Предательство Жены Патифара Предательство Тех людей Которые Должны Были Поручиться За него Тюрьма Рабство Избиение И он Называет Сына Заставляющий Забыть Наверное В нем В этом сыне Он видел Отраду Он сказал Он сказал Сын Который Принес Мне Радость Теперь Это Заставит Меня Забыть Те Страдания Которые Я Пережил А второй Был Ефрем Плодовитый Потому что Жизнь уже Наверное Удалась И уже Плоды Какие-то От жизни Видел Он И он Назвал Сына Ефрем Плодовитый Вот он Приходит К своему Отцу Иакову Который Раньше Назывался Хитрец А сейчас Он Израиль Ему Поменяли Имя Бог Поменял Ему Имя Он Ставит Одного Сына Напротив Правой Руки А второго Сына Напротив Левой И конечно же Старшего Ставит Напротив Правой Руки Потому что Он знает Что Первенец Достоин Первородного Поклонения Первенец И младшего Ставит Напротив Левой Руки Так было Заведено В Израиле Что Первый Наследует Больше Чем Все Остальные И он Поставил Именно В таком Порядке Ожидая Что Отец Благословит Этих Детей Но Что-то Происходит Не то Не как Он Ожидал И мы Читаем Бытие 48 Главе В 14 Стихе Но Израиль Простер Правую Руку Свою И положил На голову Ефрема Хотя Сей Был Меньший А левую На голову Монасии С намерением Положил Он так Руки Свои Хотя Монасия Был Первенец Это Напрягло Иосифа Друзья Мои И ему Стало Прискорбно От того Что его Отец Сделал Не так Как он Хотел Не так Как он Думал Не так Как было Принято Что-то Пошло Не так Мы Обычно Понимаем Что в жизни Есть какой-то Порядок Действий И он Обязательно Будет Развиваться Вот так Сегодня Карантин Сегодня Вирус И сегодня Все остановилось И соответственно Экономика Она упадет И все будет Развиваться Не так Все будет Развиваться По другому Мы же знаем Эти алгоритмы В своей жизни Что к чему Приходит И здесь Он стоит И думает Что должно Быть так А вдруг Отец Решил По другому И все Стало Развиваться Иосиф Возмутился И решил Переложить Руки Мы видим В 17 стихе И увидел Иосиф Что отец Его положил Правую руку Свою На голову Ефрема И прискорбно Было ему Это И взял он Руку отца Своего Чтобы переложить Ее с головы Ефрема На голову Монасии И сказал Иосиф Отцу своему Не так Отец Мой Ибо Это первенец Не так Должно Все Работать Вот Как Должно Работать И положил На его голову Правую руку Поверь Друг мой Поверьте Мне Когда Бог Будет делать В твоей жизни Не то Что ожидают Люди Людей это Будет Возмущать И они Будут стараться Исправить Все это Их Будет Напрягать То что Делает Бог Но ты Не достоин Твой Весь Вид Свидетельствует О том Что тебе Не стоит Получать Этого Благословения Ты знаешь У меня Так же Было Раньше Я тоже Так же Преуспевал А потом Вдруг Все Рухнуло И у тебя Скорее Должно Быть По этой Схеме Но подожди Бог решил По другому Знаете Не обращайте На напряг Людей Внимание Обращайте На Бога Внимание Бог Так решил Сделать И он Не перед кем Отчитываться Не будет Вкладывается Это в твое Представление Или нет Это его Решение Суверенное Решение В отношении Меня И посмотрите Что отвечает Израиль Знаю Сын мой Знаю И от него Произойдет Народ И он Будет велик Но меньше Его брат Будет больше Его И от Семени Его Произойдет Многочисленный Народ Знаешь Я хочу Сказать Чтобы вы Сегодня Вместе Со мной Сказали Некоторым Людям Простите Те Кто не Согласен С тем Что Бог Благословляет Меня Больше Того Что вы Мне Определили Глядя На мой Внешний Вид Простите Но он Так Решил Что я Буду Весьма Плодовитым Слышите Меня Никто Не сможет Отменить Его Решение Даже Может быть Вы Поставили Клише Сегодня Мне Может быть Может быть Сказали Что из него Не выйдет Никакого Толка Но если Бог Решил Тебя Поднять Так и Будет Никто Не сможет Этому Помешать Никто Не сможет Этому Противостоять Потому что Всемогущий Бог Он Решил Сделать Тебя Плодовитым Весьма Плодовитым Воздайте Ему Хвалу Возле Своих Экранов Друзья Мои И я Хотел бы Показать Как Благословил Израиль Своих Внуков Может быть Это конечно Случайность Может быть Это ничего Не значит Аллегорическое Толкование Но Интересно Это совпадение Или не совпадение Когда он Поставил Одного По правую руку Его сын Иосиф А второго По левую руку У Монасии Что-то внутри Произошло Он получил Откровение От Бога Что надо По другому Сделать Все Я понимаю Потому что Он сам Прошел Этот путь Он тоже Был Младшим И он Хитростью Взял Своё Благословение Когда-то И Бог Потом Поменял Его имя И Не для кого Это не было Принятым Но он Внутри Понимал Что Бог Может поступать По другому И знаете Что он Сделал Он взял Свою Правую Руку Положил Е На Ефрема А левую Руку Положил На Монасию И Получился Крест Друзья Мои Может быть Это Случайно Но Он Благословил Их Крестом И когда Я смотрю На сегодняшнюю Жизнь Я вижу Как Иисус Христос Благословил Каждого Из нас Тем Что пошел На крест И Аннулировал Все Прошлое Забывающий Забыть Прошлое Он Забыл Он Забыл Все Прошлое Он Забыл Монасия Который Был В нашей Жизни Первородный Грех Все То Худое Что Прошлую Жизнь Доставляло Нам И Он Сделал Нас Ефремом Плодовитым Весьма Плодовитым Он Сказал Что Мы Те Которые Будут Приносить Плод Потому Что Он Избрал Нас И Поставил Для Того Чтобы Мы Шли И Приносили Прибывающий Плод Друзья И Это Не Просто Слова И Это Не Просто Указание Нашего Иисуса Христа Это Обетование В нашу Жизнь Которое Никто Никогда Не Сможет Отменить Потому Что Иисус Заплатил За нас С кровью Своей Потому Что Он Все Сделал В этой Жизни Для Того Чтобы Ты Я И Все Кто Верует В Него Были Весьма Плодовитыми Были Весьма Благословенными Были Не хвостом А головою Не проклятием А благословением Потому Что Мы Свет Этому Миру Потому Что Мы Соль Этой Земле И Так Решил Иисус Это Даже Не в тебе Дело Это Даже Не в Ком-то Другом Дело Это Бог Так Решил Павел Пишет В своем Послании Галатам Галатам 4 4 глава 27 стих Ибо написано Возвеселись Неплодное Нерождающее Воскликни И Возгласи Немучившееся Родами Потому Что Оставлены Гораздо Более Детей Нежели У Имеющий Мужа И если Читать В контексте Друзья То мы Видим Что Явно Сравнивается Израиль И церковь Неплодное И вдовствующее Которой Является Церковь Церковь На тот момент Обещано Многочисленное Плодоношение Многочисленное Потомство Ибо В этом Как раз И состоит Основная Причина Радости И веселья Мы будем Весьма Плодовитые Друзья Бог Обещает Той Которой Была Отвергнута Той Которой Была Брошена Весьма Быть Плодовитыми Может быть Наша Жизнь До Христа И была Полностью Разрушена И не было В ней Ничего Хорошего Но пришел Христос И все Изменил В твоей Жизни И он Обещает Тебе Быть Весьма Плодовитой Да Мы знаем Что Израиль Он тоже не отвергнут Но Библия Говорит И сам Павел Пишет о том Что те Кто уверовали В Иисуса Христа Получат даже Большие Благословения Израиля Которому И было Предназначено Изначально Благословение Но Израиль Отверг его И сегодня Церковь Получает Это благословение Да Придет время Когда Израиль Войдет в полноту Когда Израиль Примет Иисуса Христа Но сегодня Наше время Друзья Сегодня Бог Благословляет Каждого из нас Мы будем Весьма Плодовитыми Потому что Так решил Господь И Павел Он цитирует Это место Беря его Из пророка Исаия 54 главы 53 глава Пророка Исаия Говорит О делах Иисуса Христа Которые он Совершил Говорит О его подвиге О подвиге Его души О кресте А то что Он пришел Для того Чтобы свет Восеял Тем кто Во тьме И 54 глава Начинается С повествования Которое я вам Сейчас Озвучил Но я хочу Друзья Вместе с вами Сегодня Зачитать Всю 54 главу И я хочу Сказать вам Возьмите эту Главу В свою жизнь Читайте ее Это вам Обетование На сегодняшние И на Следующие Времена Здесь четко Ясно Написано То что Бог Сегодня Уготовил Для каждого Из нас Не взирая На коронавирус Не взирая Ни на что Что происходит В этом мире Здесь написано Возвеселись Неплодное Нерождающее Воскликни И возгласи Не мучившееся Родами Потому что О оставлены Гораздо более Детей Нежели У имеющей Мужа Говорит Господь Послушайте Это вам Слова Распространи Место Шатра Твоего Расширь Покровы Жилищ Твоих Не стесняйся Пусти Длиннее Верви Твои И утверди Коли Твои Ибо Ты Распространишься Направо И налево И потомство Твоем Завладеет Народами И населит Опустошенными Городами Друзья Сегодня многие люди В страхе Бросают бизнес Как говорится Уходят из городов Бросают Какие-то вещи Занятые Ниши Которые Может быть Приносили Прибыток Но сегодня Этого нет Потому что Ситуация такая Сложилась Но наше Потомство Завладеет Всем этим Сегодня Время Когда Богатство Неправедных Передается Праведным Друзья Мои Будьте Смелы Распространяйте Сегодня Шатры Свои Не сворачивайте Наоборот А распространяйте Будьте Будьте Смелы Идите Туда Куда Другие Люди Боятся Потому что Есть Обетование На нас Не ты Такой Не Время Такое Господь Так Решил И он Дальше Говорит Не бойся Ибо Не будешь Постыжена Не Смущайся Ибо Не будешь Поругания Ты Забудешь Посрамление Юности Твоей И не Будешь Более Вспоминать Об Бесславии Вдовства Вдовства Твоего Ибо Твой Творец И есть Супруг Твой Твой Творец Церковь Наш Жених Иисус Христос Мы Его Невеста Господь Саваоф Имя Его Господь Воинств По-другому И Искупитель Твой Святой Израилев Богом Всей Земли Назовется Он Друзья Послушайте Не правительства Мировые Правят Не правительства Государств Правят Господь Правит Над землей И Он Позволяет Им делать Что-то Если Он Захочет То придет Коронавирус И никто Не устоит Бог Всем Царствует И никакая Зараза Она Не может Отменить Его Решение Постановлений Друзья Что бы ни Происходило Если вы Верой Приняли Обетование В свою Жизнь Ничего Не может Отменить Эти Обетования Потому что Эти Обетования Того Кто Царствует Над всей Землей Он Царь Ему Все Подчинено Не забывайте Об этом Ибо Как жену Оставленную Искорбящую Духом Призывает Тебя Господь И как жену Юности Которая Была Отвержена Говорит Бог Твой На малое Время Я оставил Тебя Но с великою Милостью Воспряму Тебя В жару Гнева Я сокрыл От Тебя Лицо Мое На время Но Вечную Милостью Помилую Тебя Говорит Искупитель Твой Господь Если даже Мы ощущаем Что Бога Нет рядом Это только На время На малое На малое Время Но милость Его Не проходит Никогда Друзья Она всегда Над нами Ибо это Для меня Как воды Ноя Как я Поклялся Что воды Ноя Не придут Более на землю Так поклялся Не гневаться На тебя И не укорять Тебя Горы Сдвинутся Друзья Мои И холмы Поколеблются А милость А милость Моя Говорит Господь Не отступит От тебя Друзья Не отступит От вас Милость Господа И завет Мира Моего Не поколеблется Говорит Милущий Тебя Господь Бедная Бросаемая Бурью Безутешная Вот Я положу Ничего Жизнь Не отступит Не делает Он Не разоряет Наш бизнес Он Не разоряет Наши финансы Бог Так допустил Он так Не допускает Он потому что Несколько раз Тебе говорил Не делай так Не делай так Не делай так А ты говоришь Все равно Буду И сегодня Ты получил Тот урожай Который посеял Однажды В семя Понимаете В чем проблема Но Бог Никогда Не делает так Чтобы нас Наказывать Таким образом Он Желает нам Блага Дальше Он пишет Вот я сотворил Кузнеца Который Раздувает Угли в огне И производит Орудие Для своего Дела И я творю Губителя Для истребления Но Друзья Ни одно орудие Сделанное Против тебя Не будет успешно И всякий язык Который будет Состязаться С тобой На суде Ты обвинишь Это есть Это Послушайте Это Есть Наследие Рабов Господа Оправдание Их от меня Говорит Господь Что происходит Сегодня Дьявол Он хочет Чтобы мы Отказались От своего Наследия Каким образом Через страх И панику Когда ты Обращаешь Больше Внимание На то орудие Которое Направлено На тебя А не на то Спасение Которое Тебе дал Господь Бог дал нам Обетование Друзья На веки Веков И никто Не может Отменить Этого обетования Встаньте На этом слове Стойте На этом слове Во все времена Не взирая На то Что с тобой Происходит Сегодня Ты увидишь Господь Он верный Бог Нам лишь Надо Доверять Ему Потому что Он дал Обетование Не для того Чтобы их Отменить А для того Чтобы их Исполнить Друзья И он Всегда Их Исполнит Если мы Будем Ему Доверять Не взирая Ни на что Друзья Мои Бог Верный Бог Он Не сделает Если Сказал Он Не Откажется От своих Слов И давайте Сейчас Прямо Сейчас Давайте Встанем Давайте Помолимся И давайте Будем Провозглашать Этот Псалом Я прощаюсь С нашими Телезрителями Канала Вера 24 И говорю Им Пусть Бог Благословит Субтитры